Думать, исследовать, действовать предложили организаторы международного экологического проекта его участникам. Итоги своей деятельности следовало представить на немецком языке. Три девятиклассницы лицея под руководством педагогов немецкого и биологии тоже решили попробовать свои силы в конкурсе. Их работа оказалась в числе 221 проекта, который оценивали ученые нескольких университетов и институтов Германии. Дети проводят серьезные научные исследования. Цель этих исследований – привлечение внимания социума к проблемам экологической среды. Исследовали состояние воды в школах, качество, например, воздуха в школах. Мне понравился, запомнился один из проектов, по-моему, он был из Москвы. Дети исследовали концентрацию углекислого газа в помещениях школы при помощи самодельного какого-то устройства. Заочный конкурс длился около полугода. Итогом большой работы Слобожан стал видеоролик. Мы призывали общественность к проблемам и показывали детям, и рассказывали им также на русском и на немецком языке, расширяя их кругозор. Загадывали им загадки, рассказывали про нашу местность, про птиц. В итоге у нас получился видеоролик. Вы там на немецком что-то рассказывали? На немецком и на русском. Мы проводили детективную игру, ходили по лесу, загадывали различные загадки, играли с детьми, пытались как-то привлечь к экологии Слободского. Конкурсанты, в основном ученики школ с углубленным изучением естественных наук или немецкого языка, представили труды, в которых рассказали о результатах химических исследований научного анализа. Работа слободских лицеистов довольно сильно отличалась. Ребята, не отойдя от тематики проекта, наглядно показали, как можно заинтересовать подрастающее поколение темой экологии. Далее решили представить нечто, ну, наше ноу-хау, так скажем. Интегрированные уроки смешения экологии и немецкого языка. Хотя это может быть любой язык, английский, французский, не важно. Мы представили просто пример. Мы в седьмом классе на уроках немецкого языка проходим такую тему, как экология. Как только я сообщаю тему, детям уже становится скучно. Поэтому мы решили разнообразить процесс изучения вот этого материала по теме окружающей среды. Светлана Юрьевна знает уникальные места в нашем городском парке. Она предложила станции. Девчонки придумали интересный конкурс. Я думаю, что сейчас они все-таки расскажут. Все дети встали в ряд. Это была так называемая гусеница. Мы завязали детям глаза. Это было сделано для того, чтобы у них обострилось именно обоняние. Чтобы они смогли почувствовать какие-то запахи, услышать звуки, отключиться от шума города. Они всовали руки в дупло. Им было это очень интересно. Там были записочки, а на них было написано правило поведения в окружающей среде. Мы исследовали кору деревьев, бумагу прикладывали и рисовали мелками, тем самым проявляя ее. Ученые из Свободного университета Берлина, Бременского университета, Высшей школы педагогики Вены, Института исследований и культуры федеральной земли Броденбург высоко оценили вклад слабожан в защиту окружающей среды. Лицеисты стали призерами конкурса в качестве памятных подарков школьной принадлежности из экологически чистых материалов. Новый конкурс стартует 20 апреля, и ребята снова хотят принять в нем участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова